Илита Артсплюй Продакшн представляет. Да, и мы по договоренности с Михаилом, так как у Михаила тоже есть свой канал. Кстати, сколько у тебя сейчас подписчиков там? А сейчас 63 тысячи. Ну, Михаил мой давний друг, и мы с ним, соответственно, решили сделать легкий обмен аудиторией. Будем надеяться, что какие-то чуваки, которые не смотрят моего оппонента или со стороны Михаила его оппонента, они друг на друга подпишутся. То есть не они друг на друга, наши подписчики друг на друга, а наши с Михаилом подписчики перейдут туда-сюда. Ну, я думаю, все понятно тут. Я обратно делаю свой запак. Давай, Дадаша, ты расскажешь про свой канал, а потом я про свой канал. А, хорошо, хорошо. Я опять повторюсь, я уже долго тренировался, чтобы произвести максимально лучшее впечатление о себе. Значит, меня зовут Васин и Дэнди, и я снимаю всякую хуйню про Доту. Ну, это какая-то рандомная вещь, то есть зачастую это как куда подул ветер, туда, собственно, вот это я и то и снимаю. Ну, про Доту там. Это, может быть, какие-то Соломиды, Овертровы, кастомки, паблики, обучающая хуйня какая-то. В общем, ничего конкретного, просто что хочется, то и снимаю. Вот. Вот. Михаил? Про Дота, да? То есть, про Дота? Да. Не-не-не-не-не-не. Знаешь, почему-то вот мне приписывают зачем-то какую-то корону на меня вешают, мол, типа, там, про, не про, там, типа, и чего-то от меня ждут, вот здесь вот ты сделал не так. Ну, я же не про игрок, то есть. Вот. Кто-то говорит, что я хорошо играю, кто-то считает по-другому. Это, собственно, я, например, из тех, кто считает по-другому, вот, что я плохо играю. Ну, давай сейчас расскажу про свой канал, а потом про про, напомню про про. Ну, мой канал посвящен фишкам и багам из Доты, то есть уникальный контент, видео выходит через день, поэтому не забудьте подписаться на мой канал и на канал Василия. Все ссылки будут в описании у нас видео. Да. Красиво? Великолепно. Ты, кстати, Арксплей, вот, кстати, хотелось бы отметить данного человека, Михаила, зовут, ну, точнее, его канал называется Арксплей. Арксплюй. Так уж, Арксплюй, да, простите, Михаил, я не хотел вас чем-то оскорбить. Ты где? Я руны собирал. А-а. Да, я же собиратель 228, я в Копателя онлайн на крысу поигрываю, короче, понял. Ну, вот, и, соответственно, вот такая вот ситуация у меня складывается. Ты меня уже убиваешь? Не, я потихоньку хорошо, на самом деле, Михаил, такие вещи говоришь. Хотя, насколько я помню, напомню, я давно не играл уже один на один, руны на первой минуте не появляются, да? Это в Саламиде не появляется. А-а, на другой режим. Да, да. На самом деле, это не сильно решает ситуацию, то есть, вот, это всё такое дело. Кстати, меня удивило то, что ты сказал, что ты никогда, ну, не то, что не никогда, да, а редко записываешь с кем-то. В чём проблема? Как это так сложилось, что ты вот редко записываешь с кем-то? Ну, в принципе, я уже тебе рассказывал про это. Ну, про то, что этот, это одно дело, но я думаю, что это не основная причина, есть ещё какая-то другая, может быть, ты конфликтный. Нет, ни в коем случае нет. Можно просто волнуюсь, когда с кем-то записываешь, что-то что-то не получится и так далее. Ну, я думаю, это именно от времени зависит, то есть, нужно просто немножко времени, ну, или опыта, вот, чего нужно, просто опыта. А вот в жизни ты вот с людьми, например, там тоже ждёшь, когда у тебя появится какой-то определённый опыт, или ты с ними тоже, ну, берёшься, общаешься и не паришься. Просто общаюсь, не паришься, да. Ну, здесь, наверное, потому что именно запись, то есть, работа на зрителей ответственная, возможно, должна быть. Ну, ты знаешь, вот как раз вот мой образ, мне кажется, заключается в том, что у меня нет какого-то образа и желания показаться кем-то. Вот, это вот такой вот изи-модный у меня выбор вышел. То есть, знаешь, что там есть люди, которые любят психовать, есть люди, которые любят наоборот там. Вот, а я просто обычный спокойный чувак, который вот в жизни. Ну, на самом деле нет, на самом деле немножко образа заключается как раз в моей частично наигранной адекватности. Это я частично признаюсь, вот. Тут есть за мной такой грешок, то есть, я стараюсь на видео стараться не говорить каких-то плохих вещей лишний раз. Или, например, там, не рейджить. Вот. То есть, казаться лучшим человеком, чем я являюсь на самом деле. Вот такая вот тема есть. Ну, ты говоришь про неадекватов. Ну, неадекватов любят, ты прекрасно это знаешь. Да, может быть, это любят, но, знаешь, вообще по-хорошему отойти от этого в целом. То есть, и от неадекватности в кадре, и от неадекватности за кадром. То есть, вот, Карина намного лучше, чем Папич. Потому что Карина просто психует, а Папич срёт на свою команду. И люди вот как-то перенимают вот эту хуйню, и они не понимают, что Папич тащит. То есть, Папич каратки вывозит, а если тебе фанат Папича в паблике к тебе залетает, то это сразу автоматом вы все дауны, просто потому что иди нахуй. То есть, его аргумент это потому что иди нахуй. Вот. И всех муд. Но они ещё к этому не тащат. То есть, вот, Папич в этом случае делает лёгкое зло для комьюнити в том, что люди, которые, да, принимают его манеру общения, они долбоёбы, конченые. Блядь, я бы их, сука, бейсбольной битой бы захуярил. Я тебе отвечаю, вот, если бы у меня была возможность, да, ударить человека бейсбольной битой в колено, чтобы оно нахуй раздробилось. Вот такого вот. Ну, который, естественно, за меня залетел, да, если против меня, то молодец. Потому что он руинит катку. Вот. Вол. А за меня это реально с радостью. Мне кажется, ты слишком как-то сильно к этому относишься. Конечно, конечно. Да. Мне иногда обидно просто. То есть, ты сейчас вообще активно играешь, да, в доту? Я имею в виду, там, 5 на 5, там, рейтинг играешь. Ну, на самом деле сейчас средняя активность. Вот, была около месяца назад такая высокая активность, а сейчас уже такая слабенькая, слабенькая, на самом деле. Так, я так понял, подожди. Что там случилось? А, не, ничего. Опа! А я жал на фаер, я жал. Ну, ладно. А я жал на фаер. Вот, то есть, сейчас я через некоторое время понял, что лучше все-таки, ну, как-то снимать контент и, ну, и не быть таким супер-мега игроком, там, и так далее. Потому что, ну, позиционируешь ты себя как игрок. Ну, это ж, ну, не конкретно ты сейчас, Михаил, ни в коем случае я не за тебя говорю. А позиционирую, там, я себя как игрок. Но это неправда. То есть, даже если, там, я набью себе, там, 5000 ММР хотя бы. Ну, что такое 5000 ММР? Да, вот именно. А что такое 5000 ММР? То есть, для меня это не хуёвый труд, который всё равно ничем не окупится. Конечно. Потому что есть, да, есть сотни людей, которые играют в разы лучше, чем я. И вот Иван Гай тот же самый, да? Он как бы играет плохо вовсё, но фармит, естественно, очень много. Вот, поэтому лучше, вот, как Куплинов, Иван Гай, там, все вот эти летсплееры, и чуваки просто обычные. Они ж намного лучше себя чувствуют, чем человек, который просто в связи с какими-то своими отбитыми амбициями пытается достичь чего-то недостижимого для себя. Вот так вот. Не, в принципе, ты прав. То есть, ты имеешь в виду, что не смысл играть, если нету какого-то там цели конечной, какого-то приза нет, правильно? Ну, если таланта нет, вот, я считаю, что вот я человек, у которого нет таланта именно играть на прост сцене. Ну, видишь, как я всегда говорю, что в доте, мне кажется, даже не то, что это прям скил на первом месте важен. Здесь очень сильно важна удача, я считаю так. Если тебе везет команда, то у тебя будет все хорошо. Если команда не везет, то оба попадаются просто отбитые дауны, ты всегда будешь проигрывать за любого героя. Ну, не знаю, Михаил, ваш тезис очень спорен, если честно, вот, ну, как-то, не, понимаешь, вот я могу пикнуть лего и с вероятностью очень большой выиграть. И дауны там, не дауны, все равно 75% будет на то, что выиграется, это все дело. Но, опять же, это если я пикну лего. Лего. Лего, 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 лего плей. Я играл в детстве лего. Я тоже. То есть я даже не то, что удача, неудача. Нет, на самом деле, Михаил, ну, очень-очень сложно с тобой согласиться, потому что неужели ты считаешь, что мы играем так же, как и, например, тот же Дэнди или Санэйка, или Ксяо Вольф. Ну, говоришь сразу Бадмен тот же. Да, ну, я не знаю, кто такой Бадмен. Ну, в общем, любой, короче, профессиональный игрок в Доту, неужели мы играем лучше хоть кого-то, хоть одного самого голимого из них. Не, ну, в принципе, ты правильно говоришь, да. Ну, без того же Миракли, конечно же, не лучше, ни в коем случае. Конечно. То есть это уже неудача, это скилл. То есть это я к чему. Правильно говоришь. А про Бадмана, как можно не знать про Бадмана? Это же топ-1 мира русский человек. Это круто, это очень круто. Вот. Это, я даже не знаю, насколько это круто, понимаешь, что даже не знаю, кто это такой. Что-то бы все знают. Ну, знают и знают. Пока. Не, не, ты живешь. Вот. Ну, смотри, я могу сказать, сколько у него ММР. Ты знаешь, сколько у него? Сможешь угадать? Ну, я могу угадать, потому что мы вчера с тобой переписывались ВКонтакте, и ты написал, что у него 8200 или 8300. 8900. А, 8900. Не, не, это очень много, это реально круто. Вот, это реально круто. То есть, ну, он, по идее, будет, ну, ты говоришь, что ты там дописываешь, но он будет первым человеком, который 9к ММР. И шо? Понимаешь, вот с чем проблема. Ну, сейчас о нем все говорят абсолютно. То есть, чтоб ты знал, вчера был турнир, там всякие там, а, ты ко мне идешь в гости, да? Ну, я решил бэкануть, но не настолько далеко, поэтому чуть-чуть решила. Смотри, там Каспер, как там второго зовут, я забываю, комментатор популярный. Может быть, Гатхант? Нет, с Каспером, друзья. Вилат. Да, да, они вчера там целый день говорили про Бэтмена, целый день. Ну, вот видишь, то есть, вот, например, не знать, кто такой Вилат, это для меня, наоборот, дикость, вот. То есть, тут система ценностей очень сильно решает какая-то система ценностей. И для кого-то система ценностей ММР, для кого-то система ценностей хорошо играть, для кого-то иметь там определенное количество бабла. И, собственно, ну, для меня нет конкретной цели иметь много ММРа. То есть, для меня устроиться в жизни гораздо больше, больше ценностей, чем как-то хорошо играть. С меня, может, кто-то и выиграет В соло миде или в мидонле, естественно Ну, окей, хорошо У меня там другого чего-то больше Соответственно Кое-что другое больше, да? Кое-что другое Лал Ты правильно говоришь, что тебе, в принципе, он не нужен рейтинг Вообще, если у тебя есть канал, правильно, у тебя есть материал Не, ну тут, понимаешь, что в рамках разумного Нужен рейтинг или не нужен То есть именно становиться супер-мега-профессионалом не нужно А, конечно, хоть как-то, хоть как-то играть Это пригодится Потому что Ну, что за контент ты можешь дать, если ты там имеешь 2К, МММ Ну, не скажи, если ты, например, изучаешь там всю жизнь, ты можешь дать контент Например, если ты не играешь рейтинг практически То есть 2К, 2К, не так и останутся 2К навсегда Правильно? Ну, ты хочешь сказать, что игрок, который играет на 2К, он всю жизнь останется 2К? Нет, если ты будешь там снимать видео про контент и не уделять время игре У тебя будет 2К в любом случае, правильно? Ну, конечно, конечно Ну, так это ж Что за контент будет на 2К? Смотреть никто не будет Вот Больно То есть у меня есть знакомый Из-за которого я сделал канал Вот Ну, как знакомый То есть я знаю, что такой человек существует Я про Виспа начал, короче, искать, как играть Посмотрел, как играет этот человек Это было очень давно, соответственно И Охуел Просто Михаил, ничего страшного? Твои подписчики? Нормально Отлично От того, насколько плохо он играет То есть он играет крайне херово И у него было на тот момент там Ну, сколько? Около 5 тысяч подписчиков я начал там в группе говорить Типа, гос, играем на что хочешь Там, деньги могу поставить и так далее Это Висп я любым Вот В итоге он со мной начал играть Он решил играть не на что А просто, типа, чтобы показать, что он, типа, молодец И он мне одну каточку слил Вот То есть против Виспа А я тогда еще не умел играть То есть, понимаешь, да У него там около 2000 РММ как раз И потом он говорит, мол, типа А я понял, как против тебя играть Я возьму легионку И заспамлю тебя ультимейтами Понимаешь? Даже не первым скилом, а ультимейтами Заспамлю Понимаешь? Лау Лау, вот именно Я сижу и думаю Блядь, вот его вот этого вот чудища вот этого вот смотрят Типа, а что? Я, типа, не смогу лучше снимать контент Ну и, соответственно, в конечном итоге Вот у меня сейчас сколько? 90 с плюсом А у него там около 20 или максимум 30 тысяч подписчиков И достаточно мало просмотров Вот Так, Михаил пошел в атаку Сейчас пошли камни Пойдут камни? Не, немало хп Манами Так камни же бесплатные Ну, а если он не убил, зачем кидать камни? Я что и спрашиваю Вдруг там А, да Надо убивать Вот И, соответственно Ну, если ты играешь более-менее То Хоть что-то ты можешь людям дать И Являясь какой-то Хоть каким-то человеком Который сможет Сказать Два слова каких-то более-менее связанных То уже у тебя есть шансы Вот Здесь Какая-то золотая середина должна иметь место Что Здесь вот Нужно иметь минимум вот этого И минимум вот этого И тогда все это будет норм Вот Оп Но Оп Но Пытаться Перепрыгнуть через голову И загрейдить что-то Такое мифическое Нахер никому не нужно Это лишнее То есть нужно тренироваться Играть в доту Когда ты Собираешься в пролику То есть можно потратить Очень много времени И реально Задрочить там себе Шестка ММРа Понимать какие-то Супер хорошо Понимать игровые моменты Тогда да Без базара Но я Даже если бы мне дать Скилл Дэнди Я бы не начал Пытаться рваться в пролигу Мне кажется Уже поздно Пытаться рваться Ну а че Не Не поздно на самом деле Тут Очень много всего Реально Но Зависеть от кого-то Вот что Вот чего я не хочу То есть если я завишу От какого-то Менеджера Который Точнее там Спонсора Менеджера Там всего Вот этого Это то что мне ненавистно Это какая-то Зависимость от людей Это например Как вчера тоже там Разговаривали ПГГ Знаешь ПГГ Да да конечно Ну сначала у тебя спрошу Потом расскажу Например ты не думал Там задать свою команду Чтобы ты был типа Лидером там Боководил им Нет 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 Не думал естественно Вчера его спрашивали Типа а он кстати Очень хорошо разбирается По-моему там первое место По предсказаниям Там и так далее Ну 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 Я вам хоть ответил Что ну там Именно в СНГ Это почти невозможно сделать Потому что у СНГ Нет авторитетов То есть люди не слушают Друг друга Но приводил пример Типа там Когда ты говоришь там Игроку типа Сделай так Да типа я твой Лидер там Командир там И так далее Он тебе не будет слушать Он делает по-своему Я с ним полностью согласен У нас люди Не признают авторитетов Понимаешь Тут я не совсем Ты не совсем Меня правильно понял Михаил Я даже не то Что там авторитет Не авторитет А то что я завишу От Сейчас момент Так вот Что я завишу Ой как там залетит Сейчас Не больно Не больно да Не не Челюсть такой подобрал Не не больно Так вот Понимаешь Я работал В 16 лет Первый раз И последний Я поработал В 16 лет Когда погрузил мешки И После этого я понял Что ходить Куда-то на работу Просыпаться Там что-то делать Это реально задрач Это То есть я достаточно Неорганизованный человек И Вот эта неорганизованность Создает мне возможность Жить В свое удовольствие И как-то Ну Не сдохнуть От голода Потому что Есть Какое-то понимание Жизы Так Михаил Нет Здесь живет Вот Так О чем это А то Я тебе хотел Про работу ходить Да Про работу ходить Вот То есть Соответственно Здесь Это та же самая работа Ты Профессиональный игрок Но Ты должен ходить И работать Если Ну Ты должен Куда-то ехать Что-то Ты Обязан Что-то делать Вот В моем случае Я могу жить В свое удовольствие И Не быть никому Должным Вот То есть Это реально Вот эта свобода Это очень хорошо Хорошо иметь Какую-то свободу Вот То есть Естественно Есть вещи От которых Я завишу Но их Намного меньше Чем У большинства людей И подписывать Себя сознательно На то Чтобы Не знаю От чего-то Зависеть Это Не самое лучшее В принципе Тоже правда Конечно Мне кажется Тебе даже не то Что там нужна победа А просто Хочешь Пообщаться Подольше Ну мы играем На самом деле Когда я Что-то говорю Сейчас Я замечаю Что Насколько же Мало Я даю Говорить И Насколько Это плохо Вот Поэтому Михаил Может быть Ты что-то Расскажешь В свою очередь А то я реально Пежу и пежу Пежу и пежу Ну опять же Воспитание Да Чтобы я не перебивал Опять же Так воспитывали Ну само собой Почему я выбрал Из спирита Ты мог бы спросить Да А Не Михаил Это Вещь Знаешь Это сложный вопрос Который лучше Не задавать Вот Я Почему ты выбрал Из спирита Потому что Ты ошибся Михаил На самом деле Нет Просто я хотел Выбрать такого Самого сложного Вариант Для меня То есть Я не являюсь Затрутом данного героя Ни в коем случае И чтобы не было Так стыдно Проиграть За такого героя Понимаешь А понял Да и что я так Ну можно было Да В прошлый раз То несмотря Можете встретить Там мы играли Я там Пуджа играл Там конечно Пох отыграл Здесь я хотел Вот именно Такой вариант Выбрать Понял Хороший герой Интересный А вот Если бы Тебе дали Возможность Перепикать Ну естественно Начать с нуля Я не предлагаю Реванш Ну я понял Понял А кого бы ты взял Именно против твоего героя Или вообще Против Инчи Да Естественно А против Инчи Против нее хорошо Урса идет Опять же Это в принципе Антигерой ее Из-за своих ускорений Стаков И бла-бла-бла Так Вот опять же Ближний бой Тяжело было бы Фармить Ты даже не представляешь Насколько Ужасно тяжело Просто ужасно тяжело Вот Ну что ж Бой Бой-бой Ну что ж Ну не хочешь Хочешь вам Вот Так Дальше Курса Ну и хватит Турсы нам Там в принципе Еще есть герои Но я сейчас не вспомню Честно Я понял Ну а ты кого бы На это взял Против Инчи Против Инчи Ну Знаешь Я вот веду рубрику Типа Может быть Я веду рубрику В которой Я буду играть Против Инчи И соответственно Эти герои Которых я забаню Поэтому я себе Никак не подносру Это Алхимик Который Подрубает Хил И живет Это Батрайдер Это Задротский Мипа Ну я бы сказал Что я бы сказал Те же самые Лина Леон Которые просто С ультой Должны Типа носить Нет 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 Лина И Леон Проигрывает В Салатину Невозможно Практически Почему У них же ульта Хорошая Ну и что В хп выходишь И все Ну это понятно Это сороковая минута Нет Нет Какая сороковая Шапочка быстро Собирается Начало Пакуешь Статы И Потом Пакуешься В этот Пакуешь Шапку То есть Тут никакой Не сороковой Минуты нету Проказ Наносит Определенный Урон И Этот урон Если ты переживаешь Потом тебя убивать Добивать нечем Вообще Чай Я согласен Это очень сильный Геро Тем более В данном Патче В данном Патче Опять же Как никогда Шикарный Ну не знаю Да Может быть Ее когда-то Будут фиксить Потому что Сейчас К сожалению Сука Начали пикать Это крайне Грустно Вот Ее просто Долго Время не пикали Потому что Она была То ли ватная То ли еще Что-то С ней не так А сейчас Ее начали пикать И это Грустно Если ее Начнут пикать Слишком много То ее Начнут фиксить А я бы Не хотел Чтобы ее фиксили Да Вот я так и думал Что ты будешь Выкатываться Ну ты тоже Убегал Два раза Извини меня А не 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 в коем случае Не хотел Нагнать на тебя Что-то А там Съебался Я просто Подтвердил Свои мысли Вот Я сейчас Пытаюсь Собрать И то Может быть Он поможет А смотри Лан Ты сказал Героя Какого Да Против нее Какой бы ты собрал Итем против нее На моем месте На твоем месте Я бы уже написал ГГ и начал бы Следующую игру Не ну серьезно Это не дело Серьезно Я серьезно Я не 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 Михаил Ни в коем случае Я не хочу тебя Оскорбить Ни в коем случае Просто Я считаю Я это к чему Я к тому Что я считаю Что сейчас В твоем В твоей ситуации Любого игрока Посадить Это будет невозможно Поэтому Я не вижу выхода Выхода нет Да Да То есть ты задаешь вопрос Из разряда Типа Не знаю Ты Через секунду Появишься в космосе Вот Без ничего Твои действия Ну Сдохнуть Типа Все Это ситуация В которой Невозможно Выиграть Никаким образом Соответственно Михаил Ты появляешься в космосе Да Вот я тоже Задам тебе вопрос Ты появишься в космосе Через час Без ничего Твои действия Собрать ракету Не Ну я понял Тебя отправляют в космос И вот выстреливают Из пушки в космос Ловить кайф Что летать Кайфовать Вот Ну соответственно Тут нет выхода Тут Чтоб ты не собрал Ну поэтому Мы просто общаемся Кайфуем Правильно? Да Конечно Конечно Вот Михаил Ты соответственно Сам ответил на свой вопрос Ловить кайф Вот И Мы с тобой общаемся Вот То есть Ни в коем случае Не хочу тебя потроллить Или что-то в этом роде Потому что Ты адекватный человек Ты мне симпатизируешь Взаимно Вот А что скажи Мне вот интересно Ты же играешь Очень много 1 на 1 Какие герои Тебе именно сейчас Не нравятся Вот именно противно Против них играть Коминчи Ты знаешь Противно играть Против пуджа Каким-то дальником Это очень Неприятный персонаж Потому что С одной стороны Ты вроде бы Как бы Все и чувствуется Вот А с другой стороны Этот чарик Может Что там Ничего А с другой стороны Он может тебя хукнуть И сожрать Вот В итоге У него Есть всегда Возможность Убить То есть Ну знаешь Вот неприятно Когда все идет Вроде бы По твоему плану А потом Хуяки Вовсе Не по твоему плану Ну Опять же Пуджа Самый большой минус Я всегда так думал Когда играешь на меду Что враг Он ожидает Твой хук Понимаешь Я буду вставать Там За крипов И так далее Но Да Но это Ты всю игру Должен сидеть И ожидать Это Задрач Очень такая Дичайшая Ты сидишь И всю катку Ожидаешь Сидишь и ожидаешь Да? Да-да-да Вот А так Чтобы еще Ну Бэйн Неприятный кореш Очень Вот Бэйн Бэйн Ну Практически Его Ну тоже Очень мало Кто Возит А и сегодня Эти превью Да Сегодня сыграл Про Бэйна сказал Сыграл против Варлока Мне кажется Варлок тоже Очень жесткий Ну Опять же Вот тот же самый Бэйн Убивает Варлока Инча Убивает Варлока Вот То есть Варлок Хорош Только если Ты заведомо Играешь В персонажа Ну Если твой Противник Заведомо Либо слабее Либо Не имеет Какого-то Чего-то Сверхсерьезного Вот То есть Та же самая Инча Ее Ну практически Нереально Вынести Вот Есть ряд Персонажей Которых Практически Нереально Вынести То есть Вот ты собрал Обратку Да Например Ну Варлок Анализировать Да Да Ну Типа И Я не буду Тебе Бить во время Обратки И все Ну другого Варианта Просто нет Никакого Так я же тебе За что я говорил Я же тебе За это Это лучше Это лучше Что я мог Тобрать Сейчас Опа Больно Самое Худшее Кстати Для тебя Это то Что я могу Собрать Точнее Я могу Бить тебя В обратку У меня Хватает Хватает Хп И всего Чтобы Бить В обратку Все Рано Это Дома Какой-то Тебе Все Рано Идет Это Хорошо Я же Захилюсь Ну Это Понятно Что Хилка Сильно Но Между Другие Скиллы Есть Ну Смотри Если Или без Обратки Или с Обратка Но В любом случае Больше Дамаги Будет Это Уже Хорошо Согласись Ну да Это Разряда Попытаться Побыстрее Сломать Себе Шею В космосе Чтобы Не Мучиться От того Что То есть Сломать Себе Шею До Того Как Тебя Отправят В космос Так Конечно Понятно Что Очень Сложно Убить Тем более С руки Там Ударить Тебя Это Вообще Нереально Практически Ну Да Потому Что там Реген Бешеный Просто Бешеный Бешеный Реген А вот Ты говоришь За воспитание Да А что Это У тебя Кстати За Татуировка На Шее То есть Что Она Означает Ну Это Личная Личная Понял Не На Зрители Не На Зрители Потом Могу Рассказать Лично Да Без Проблем Само Собой Кажется Рок Для Угар Там Сделаешь Ага Понял Окей Тебе Крепы Не Да Они Такие Эх Сейчас Бенчу Не Побить Опа 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 А мы Ждаем Двух Килов Так Мы Можем Сейчас Это Закончить Нет Не Можем Вот Я Знаешь Мне Просто Стало Интересно Что Означает Эта Татуировка И Так Быстрее Типа Закончить Спросить У Михаила Что Это Так Вот Ладно В общем Подписывайтесь Мы Просто С Михаилом Договорились До Двух Килов Подписывайтесь На Михаила Он Снимает Реально Интересные Гайдирующие Вещи И Михаил Соответственно В любом Случа Я считаю Что Мы С тобой Снимаем В любом Случа Полезные Видео Ну Да То есть Не Видео Которое Просто Развлечение Или Наоборот Чтобы Тупее Становиться А Какую-то Пользу Обучают Чему-то Правильно Конечно Конечно Поэтому Само собой Подписывайтесь На Меня Подписывайтесь На Василия Я Старался Делать Все Что Мог Полностью Признаю Победу От Василия Считаю Его Очень Сильным Игроком Один На Один Это Такое Это Ложь Да Какая Ложь Господи Я так Считаю Ты же можешь Говоришь Что Я Угл Да Ты Не Ну Да Согласен И Давай Это В Смысле Как Ты Как Ты Здесь Не Правда Ты Считаешь Очень Сильный А Говорю Что Ложь То Есть Я Слав Ты Сильный Ты Супер Сильный Я Супер Сильный Да Нет На самом деле Я Как Раз За То Что Сладень Соломедия Вот И На самом деле У меня Больше Какие-то Фановые Моменты А У Михаила Как Раз Канал У меня Все И Скучно И Не Обучающее И Все Херня Ребята Вообще Не Подписывайтесь Короче Давай Уже Закончим Всем Пока Ребят Вот Все